Да уж, ну и удивили вы меня, честно скажу. К ролику, где я показал вам песню «Король шук» с басом и бес, я прочёл, пожалуй, самое большое количество неадекватных комментариев. Вместо того, чтобы утрудить себя надеванием наушников для более ясной картины, большинство из вас, судя по всему, слушало это с динамиков телефона. Ты ещё и, видимо, находясь в сумном месте типа метро. Что вы там ожидали услышать? Я могу вас узнать? И когда вы пишете, что именно мне надо было сделать, вы всерьёз полагаете, что у меня есть в мультитреке песен, где в один крик мог включить или выключить тот или иной инструмент? Уверяю вас, их нет и у самой группы, поэтому весь эксперимент проводился с помощью Миронки Neural Mix Pro. Кто-то и вовсе обвинял меня в том, что я ничего не сделал. Да уж. Вы также предлагали рассмотреть на примере «Дурака и молнии» или «Внезапной головы». Но, ребята, в данных песнях бас залезает в тиссидуру гитары, в её регистр. Соответственно, вычислить это оттуда практически невозможно. Но мы всё же попробуем. Я настоятельно прошу вас, а, надеть наушники, б, выйти из метро или со взлётной полосы, чёрт подери, б, внимательно следить за движением ползунка, отвечающего за бас. Если вы не выполнили хотя бы один из пунктов, не пишите ересь в комментариях. Не расстраивайтесь, так... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!